Добрый вечер. Здравствуйте. Новости бывают хорошие, бывают плохие. Мы считаем, что новость, над которой посмеялась вся страна, автоматически становится хорошей. В эфире только хорошие новости в программе Чисто Ньюс. Смотрите сегодня выпуски. Наши таможенники наконец-то увидели гуманитарную помощь из России. Многие депутаты боятся люстрации, поскольку представляют ее себе именно так. В связи с резким подорожанием топлива инопланетяне начали покидать Украину. Ходят слухи, что работники киевских военкоматов посещают ночные клубы и кладут стриптизером в плавки повестки в армию. В Москве коренные москвичи готовятся к грядущему празднованию Дня города. А теперь об этих и других новостях более подробно. Обстановка на востоке страны все более накаляется и 28 августа по запросу премьер-министра Украины Арсения Яценюка было созвано внеочередное заседание Совета безопасности и Организации Объединенных Наций. Как и ранее, никаких конкретных решений принято не было, однако все, как один в очередной раз высказали свое беспокойство и озабоченность. В интернете уже предлагают переименовать ООН в Организацию обеспокоенных наций. К озабоченности ООН присоединилась и ОБСЕ. ОБСЕ – Организация беспокойства и сочувствия в Европе. Глава управления делами президента Украины заявил, что аппарат президента сокращает расходы на содержание первого лица страны. Теперь Петр Порошенко будет ужинать в здании администрации, а также все перелеты будет осуществлять за свой счет. Узнав об этом, Петр Алексеевич заявил. В Украине официально стартовала предвыборная гонка среди желающих оказаться в новой Верховной Раде восьмого созыва. Ярким событием стал выход из партии «Батькевщина» таких заметных политических фигур, как Александр Турчинов, Арсений Яценюк, ну и Арсен Аваков. Лидером «Батькевщины» осталась Юлия Тимошенко, которая после двухмесячного молчания вдруг сразу дала несколько интервью. Ну, во-первых, чтобы напомнить о себе, а во-вторых, потому что в «Батькевщине» ей уже и не с кем даже поговорить. Юлия Владимировна заявила, что в новом составе Рады, цитирую, вместо 300 предателей должно быть 300 спартанцев, которые готовы положить все свои силы ради изменений в стране. 300 спартанцев это, конечно, хорошо, но так как в Раде 450 депутатов, то для 150 предателей Юлия Владимировна все-таки место оставила. Большая часть покинувших «Батькевщину» стала членами партии «Солидарность», которую на съезде 27 августа переименовали в блок Петра Порошенко. Как ни странно, но инициатором переименования стал Юрий Луценко, несмотря на то, что в слове «Солидарность» одна буква «Р», а вот в блоке Петра Порошенко целых две. Но Юрий Витальевич никогда не искал легких путей. Вспомним хотя бы его первое детище. Палтия, налогонная самоболона Юя Луценко. Новая политическая сила называется «Блок Петра Порошенко» и пока остается темной лошадкой. Политологи спорят, кого же она будет поддерживать. Мы продолжаем. По всей стране прозвенел первый звонок. На празднике в одной из киевских школ побывал мэр Киева Виталий Кличков. В своей речи к школьникам он очень тонко подметил, что первое сентября – это не только первый день осени, но и первый день сентября. А вот первый звонок – это когда звонок звенит в первый раз. Вы знаете, детям очень понравилась речь мэра. Также Виталий Владимирович предупредил детей, что этот учебный год будет нелегким. В школах будут проблемы и с отоплением, и с электричеством. Поэтому каждому киевскому школьнику мэрия выдала вот такие тетради. Терпите, дети, терпите. Наша программа продолжает помогать мэру Киева Виталию Кличко сформировать свою надежную команду. Напомним, что главный критерий отбора кандидатов – это умение говорить ничуть не хуже киевского городского главы. Вот прекрасный, на наш взгляд, кандидат на должность… Да, на любую должность мэри Киева. Я бы сказала так. Не дорог подарок, а дорого внимания. И оценивать, сколько бы я готова была подарок, это как бы с учетом того, что если я хочу делать подарок, как бы я повторяюсь, да, я бы сделала его таким, чтобы было человеку приятно. А если человек оценивает, насколько дорог подарок, а не мое внимание, то тогда это не человек, это не человек не должен понимать подарок расценивать, то есть как внимание, которое там вот дороже моего какого-то дружеского отношения. Я думаю, это будет зам мэра по подаркам. Продолжаем. Специально к первому сентября в Киевском экспоцентре была открыта выставка, посвященная школе. Среди экспонатов выставки были представлены школьные дневники многих известных украинцев. Прочитаем мы некоторые записи из них. Итак, пятый А – дневник Таисии Павали. На уроках – воин. Идем дальше. Леонид Черновецкий, второй Б. Попросил закурить у учителя. Ну и записи из дневника шестиклассника Рената Ахметова. Обращался к учителю Эй Халок. Ну а подробнее о начале школьного учебного года расскажет наш эксперт из народа Евгений Кашвой в своей постоянной рубрике «Рот народа». Всем привет, с вами Жека. Сегодня 1 сентября и сегодня все дети всей нашей большой страны идут в школу. Но знаете, лично я школу очень любил. Любил ее ровно 15 лет. 15 лет. Вот с того дня, как прошел выпускной, и до сегодняшнего, когда моя дочь пошла первый раз в школу. В первый класс. Так что, ребята, у меня сегодня праздник. Сегодня я отнес в школу 4,5 тысячи гривен. Да, именно столько стоит. Тетрадки, карандаши, школьная форма и туфли для первоклассников. Пипец, как дорого. Шутка ли сказать, один порфель стоит полторы штуки. Я помню, что я в школу с 6 по 11 класс ходил с пакетом «Мальбарс». Да что там я? Вся школа ходила с пакетом. Даже учителя. Даже заведующая столовая. А, правда, в школу без пакета ходила. А со школы уже с двумя не хватит. А сейчас в школу с пакетом ходить за подлог. Понимаешь? Надо, чтобы было все яркое, красочное, красивое. Я вот купил дочери тетрадку. Вообще бомба. На обложке, значит, Оля Полякова в одном кокошке. Только у меня теперь вопрос в типографии. Назовите мне хотя бы какую-то одну связующую ниточку между Олей Поляковой и образованием в целом. Понимаете? Ну, я вам так скажу. Тетрадки, карандаши, пеналы, форма. Это все надводная часть Айсберга. А сейчас начнем. Деньги на ремонт школы, деньги на ремонт класса, деньги на компьютеры. Вы знаете, мне кажется, что единственное, чему учат в школе детей, это клянчить деньги у родителей. Это самое главное. Наверное. Многие родители спрашивают, почему в школе постоянно собирают деньги на ремонт. Ну, слушайте, ремонт – это процесс долгий, я вам так скажу. Пока директор у себя сделает ремонт. Потом завуч у себя сделает ремонт. Потом классу. Потом, глядишь, директора за взятки уволили, пришел новый, а ему тоже нужен ремонт. Понимаете? Ну, у нас в школе было, знаете, как-то все медленно, спокойно, размеренно. Я вот первые три класса, допустим, помню с трудом. Четвертый помню получше, потому что учился там два года. Но в целом у меня за всю историю моего похода в школу два ярких воспоминания. Когда мама привела в первый класс и как папа выносил с выпускного. В наше время, знаете, все развивается очень быстро. Компьютеры, айфоны, дети. Все развивается быстро. Даже настолько быстро, что некоторые в пятом классе перестают развиваться. Дети, я вам говорю, не теряйте интерес в школе, там вас многому научат. Вот, к примеру, на математике говорят, 500 делится на 3. Я вам так скажу, мой трудовик и 500 на 3 делил, и 0,7, и 0,25, и все поровну, без остатки. Реально, дети, ходите на все предметы. Ну и родители, будьте бдительны. Я вас прошу, чтобы не наступить на те же грабли, как, допустим, было у меня с племянником. Тот три года приносил пятерки. Мы его с братаном хвалили все время, знаешь, покупали ему игрушки. А потом выяснилось, что у нас 12-бальная система. Ок. Также дети, запомни, учение – это сверх. А так как со светом у нас в этом году зимой могут быть перебои, то вся надежда только на вас. Короче, всех с новым учебным годом поздравляю. Я пойду забирать свою первоклассницу, а то он уже заиграл с подружками. Варя, брось сиарету, я тебе сказал. Все, побежал, не косяк. Спасибо, Евгений. Мы продолжаем новостями из России. Новость о любимой детской программе «Спокойной ночи, малыши». А как заявил руководитель компании «Класс», которая занимается выпуском этой программы Александр Митрошенков, в скором времени в студии «Спокойной ночи» появится новый кукольный персонаж. Причем идею создания этого персонажа подсказал… Ну, вот только вы не смеете. Это абсолютная брава. Подсказал, кто бы выдумал, президент России Владимир Путин. Мы провели журналистское расследование и выяснили, что новый персонаж, скорее всего, появится взамен провинившимся Хрюше и Каркуше. Дело в том, что эти двое позволили себе в прямом эфире сказать всю правду о российских новостях. Ну, мы недоговариваем. Да нет, еще хуже. Мы сказали неправду. Каркушу работники ФСБ взяли сразу, а Хрюша до сих пор скрывается. Здравствуйте, Аня. Хрюша, а что ты делаешь под столом? Я здесь прячусь. Да от кого? От чудовища. Неудивительно, что после таких высказываний в адрес президента Путина последнее фото нашего любимого героя выглядело вот так. Кого же придумал Владимир Путин вместо Хрюша и Каркуш? Споры на эту тему продолжаются. Но пока новый персонаж не готов, его обязанности будет исполнять Дмитрий Медведев. Ведь он, как никто другой, может убаюкивать и плетишек. Спят усталые кружки, книжки спят. Баю-баю. Новости из Крыма. Чтобы не стоять в огромной очереди на Керченской переправе, некоторые туристы находят альтернативные способы покинуть полуостров. Да, на вооружение Черноморского флота России поступил не только новый сторожевой катер, но и новый автомобильный кран. Руководство Первого канала приняло решение о закрытии передачи «Малахов плюс». Это сделано в связи с тем, что нестабильное душевное состояние ее ведущего Геннадия Малахова становится все труднее скрывать от зрителей. Вот так! Новости из-за рубежа. К 20-летию популярного сериала «Друзья» в центре Нью-Йорка откроется кафе, полностью повторяющее Централ Парк, в котором так любили встречаться герои сериала. Киевские власти заявили, что уже давно не оставляют без внимания шедевры телевидения и кино. А в частности, к 9-летию телесериала «Кармелита» на Киевском вокзале вдвое увеличилось количество цыган. А в честь черепашек-ниндзя на проспекте Ватутина прорвало канализацию. Ну, а отопление в киевских квартирах отключили исключительно в честь 12-летия мультфильма «Ледниковый период». В США полицейские разработали новый тест для проверки водителей на алкогольное опьянение. Вслед за новой волной в Латвии провели фестиваль пива «Желтая волна». На прошлой неделе Брэд Питт и Анжелина Джоли тайно поженились. Когда журналисты спросили у Брэда, почему он так долго тянул со свадьбы, он ответил, что ждал, пока Анжелина достигнет такого возраста, когда ему уже никто не будет завидовать и пытаться ее отбить. На связи наш специальный корреспондент Артем. Здравствуйте, Артем. О чем вы расскажете сегодня? Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Валерий. На календаре 1 сентября все дети идут в школу, дабы грызть гранит науки. И мне стало очень интересно узнать у самих детей, кому из известных украинцев, а может быть и не только украинцев, по их мнению, стоит вновь отправиться в школу, дабы немного подучиться. Не хочу никого обидеть, но мне кажется... Сейчас говорите, как Виталий Кличко. Путину, Азарову, Януковичу. Хороший класс собирается, кстати. Путин, Азаров, Янукович. Но мы бы их в свой класс не приняли. А почему? Потому что они тю-тю. Януковичу это точно. Ну и Цареву можно. Цареву тоже. Подучиться надо в школе. Что? Да я сейчас как Царев разговариваю. А я думаю, это Виталий Кличко. Да? Так. Почему? Его ответы на запитание. Юля, Юля, обязательно. Юля, Юля. Правильно. Пусть еще посидит 11 лет в школе. Правильно? Да. Да. Чё, всем-то мало было? Мне не помешает. Да. Короче, всем депутатам. Всем? Почти, да. Кроме кого? Кроме? Кроме нормальных. А, ну то есть всем. Да. Поговори. Ну, Жириновский есть. Жириновский? А почему Жириновский есть? Божирик. Божирик? Я не знаю, но... Божирик в смысле, Божирик или Божирик? Божирик. Поговорили сейчас, в принципе, да? Путина. Путина в первый класс? То есть думаете, что он сейчас на уровне первого класса находится? А, вы по росту. Он с Медведевым, да, вдвоем в первый класс и последние в ряду стоят. Ну, кто правил, чтоб был нормальным? Кого? Путина. Путина? А в какой класс бы ты его отправил? В первый. В первый? А буква? Б. Б? Не, мне кажется, ему больше Г подходит. Ну, Г. Или Ж. А лучше первый. П, Т, Н, П, Н, Х. А, да. Да, да, да. Чего смеетесь? Чего смеетесь? Серьезно? Круто. Видно, что праздник у людей. Ну что ж, всех поздравляем с первого сентября. Успехов в учебе и... И чего еще? И все, в принципе. Спасибо, Артем. Мы продолжаем. В одном из ночных клубов Киева впервые прошла вечеринка для флегматиков. Сами флегматики заявляют, что никогда еще так не веселились. Службы ЖКХ Днепровского района города Киева установили на дверях подъездов, мягко говоря, плохие дверные ручки. К нам в редакцию попали шокирующие кадры, как батюшка заставлял мальчика искать его часы роликс, упавшие в воду. Украинские ученые сделали невероятное открытие. Оказывается, что у кастрированных котов все-таки остаются шансы на личную жизнь. Хорошая новость для автолюбителей. Теперь дисциплинированных водителей будут подчерять специальные сотрудники ГАИ. Настало время подвести итоги нашей интерактивной рубрики «Народное фото». Напомним, что на нашей страничке в Фейсбуке мы разместили вот эту фотографию и ждали ваших веселых комментариев. Комментариев к этому фото мы получили очень много. Огромное вам за это спасибо. Сразу хотим сказать, что примерно 70% комментариев были о том, что это россияне. Пытаются как следует наесться до введения санкций на продукты питания. Видимо, это первое, что действительно приходит в голову. Поэтому победителей мы пытались искать абсолютно в других темах. Итак, хотим отметить Катюшку Подольскую, которая оставила к этой фотографии следующий комментарий. Завтра истекал срок годности сосисок. Мы жрали как могли. Вова Чапа, уже знакомая фамилия в нашей рубрике. Дорогая, ешь быстрее, уже без пяти-шесть. Ну да, после шести-то вредно. Конечно. Так, далее. Виталий Давиденко вполне резонно возмутился. Это же надо опубликовать такое фото. Такие фотки должны храниться в самой дальней папке компьютера. Полная деградация общества. Вот, очень забавная надпись. Александра Будённая, значит, добавила, цитирую. Проблема в том, что даже если убрать сардельку, фото лучше не станет. Однако потом та же Александра Будённая оставила под фото вот такую подпись. Афиша к фильму «Неудержимые четыре». Анастасия Хорошун. Секс уже не тот. И не поспоришь. Да, не поспоришь. Некоторые решили, что это рекламный плакат. Ваня Анисимов. Не тормозни, колбасни. А вот интересный вариант. Вячеслав Максимов. Сарделька. Коннектинг пипл. Игорь Тернопольский был одним из первых, кто заметил ещё одного парня в сторонке и назвал эту композицию вполне логично. Третий лишний. Ну, определить победителя в этот раз нам было очень легко. На наш взгляд, подпись к этому фото просто гениальна. Ну, тут, знаете, целый драматический сюжет. Когда парень приглашал Олю на пикник со словами «Я позву друга и, может, поэкспериментирую», одинокая Оля надеялась совсем на другое. Автор этого комментария Евгения Петрикова. Она и становится победителем рубрики «Народное фото». Женя, мы вас поздравляем от всей души и обязательно вам передадим подарок от программы «Чистый ньюз». Ну, а для тех, кто хочет ещё раз проверить свои силы в нашем творческом конкурсе, мы представляем вашему вниманию вот такое фото. Это фото вы сможете увидеть на страничке Facebook 95-го квартала и там же оставить свои к нему комментарии. Мы продолжаем новостями спорта. Итак, настало время нашего традиционного постоянного хит-парада сомнительных спортивных достижений. На третьем месте сегодня прыгун шестом и с чувством юмора. На втором месте боксёр, для которого самое сложное – это попасть в ринг. Справедливости ради, нужно сказать, что этот боксёр свой поединок выиграл. Но выигрывает он и в нашем хит-параде, потому что в конце боя ему нужно было ещё и выйти с этого ринга. Ну что ж, новостей на сегодня больше нет, а сразу после выпуска «Чисто Ньюз» смотрите очередную серию любимого народного сериала «Сваты». Берегите себя. До свидания. Пока.